Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить». Мы расскажем о наиболее заметных рязанских событиях и затронем темы, которые стали самыми обсуждаемыми в нашем городе. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Вот некоторые видеозаголовки сегодняшних репортажей и телезаметок. Держись, фастфуды! В Рязани пройдут проверки деятельности сети ресторанов «Макдональдс». Бизнес или финансовые пирамиды? Рязанские эксперты высказывают свое мнение по поводу кризиса в туристической сфере. А притонщик варит. И отнюдь не самогонщик, а более сильное зелье. Рязанские полицейские накрыли нехорошую квартиру на улице Островского. Но теперь ко всем обстоятельствам сегодняшних событий. Вчера пришло сообщение из города Курска о том, что местный Роспотребнадзор начал проверки ресторанов сети быстрого питания «Макдональдс» на предмет соблюдения санитарных норм. Таким образом, сражение за правильное питание россиян разворачивается все шире, причем главным оппонентом выбран штатовский король фастфуда. Также сообщает агентство «Интерфакс», проверки «Макдональдс» пройдут и в Рязани. Ранее сообщал, что на прошлой неделе сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора приступили к проверкам ресторанов сети быстрого питания «Макдональдс» в ряде городов Центрального федерального округа. Основателями упомянутой сети ресторанов стали «Братья Макдональдс». Первое изведение было открыто в 1940 году. Главной концептуальной особенностью сети стало быстрое обслуживание. Это подходило под деловой стремительный ритм жизни американцев, а потому кафешки недорогого фастфудовского питания сразу нашли своих клиентов. «Братья Макдональдс» заметно сократили рацион традиционных для штатов блюд общепита с 25 до всего лишь 9. Это были кофе, молочные коктейли и непосредственно молоко, картофель фри, чипсы, пирожки, гамбургеры, чизбургеры, а также прохладительные напитки. Позже в бизнесе «Братья Макдональдс» появился более чем предприимчивый человек по фамилии Крок, который приобрел у них право пользоваться технологией, а также именем сети закусочной. Тот поставил дело на широкую ногу, и паутина ресторанчиков быстрого питания стремительно окутала весь мир, в том числе и современную Россию. В связи со стремительной магдонализацией земного шара забили тревогу врачи. Подобная пища по определению очень вредна для организма, она приводит к быстрому ожирению и сопутствующим неприятностям. Но сеть «Макдональдс» — это громадное налоговое отчисление, а потому медики, несмотря на все аргументы против фастфудовского питания, проигрывают этой мегафабрике по производству толстяков. Между тем, в Соединенных Штатах Америки ожирение стало второй после курения причиной смертности. Англичане, перенявшие от американцев страсть к фастфудам, стали умирать по причине ожирения в два раза чаще. И еще на первое место среди напитков, которые употребляют дети, выходит непременная в «Макдональдсах» шипучка кола. А это тоже ведет к ранним и тяжелым заболеваниям. Современные дети пьют колы в 30 раз больше, чем всего несколько лет назад. А в США при попустительстве разжиревших на фастфудовских меню родителей колу пьют даже двухлетки. Да и в принципе вся система фастфудов рассчитана преимущественно на детей и подростков, которые в силу отсутствия элементарных знаний и жизненного опыта поглощают весь макдональдсовский рацион, не заботясь о собственном здоровье. Вот что думают о фастфуде в целом и его главном мировом апологете сети «Макдональдс» – рязанцы. Если люди едят очень много, то, что заказывают много колы и картошки, то это их проблема, а если съедят в рамках нормы, то проблем не будет. И вообще я считаю, что нападки на «Макдональдс» – чисто политическая вещь. Ресторан на быстром питании, как «Макдональдс», «Бургер Кинг» посещаете? Не, не посещаем. А как кажется вам, еда, которую там готовят, она полезна для организма, вредна? Да я не знаю, фастфуд, что это, не знаю, вредит, наверное, здоровью, что поделаешь. Но они нужны в городе? Да я думаю, нет. Зачем они нужны? Чтобы люди травились. Но единственное, что у них сервис удобный, быстрый. Кто-нибудь бы придумал какие-нибудь щи по-быстрому, чтобы ночью заехал, в машине щи купил, поел. Вот это да, это я понимаю. Рестораны быстрого питания, типа «Макдональдс», «Бургер Кинг» посещаете? Нет. А как вот считаете, вот пища, которая там вот готовится, она полезна, вредна? Нет, она не полезна. Ее лучше закрыть и открыть какую-то национальную кухню. Пускай наше правительство подумает, там, или жители города, или бизнесмены, чтобы открыть хорошую вкусную еду, понимаете. Там у нас, ну, хорошая национальная кухня или кухня Кавказа, а «Макдональдс» его кушать нельзя. Ну, мне кажется, не очень питание, больше домашнее. Ну, то есть лучше бы, если бы вот эти сети, ну, их, может быть, и не было, а были бы какие-то другие. Ну, полезное, чтобы было питание. Да, чтобы было полезное питание, чтобы больше открывалось, знаете, кафе с какими-то вегетарианскими блюдами. Больше так предпочитаю. Ну, понятно, что атака на «Макдональдс» разворачивается на фоне политической обстановки и обострения отношений с нашими, как говорят политики, западными партнерами. Но это не делает фастфудовскую еду полезной. Просто если раньше российским властям, по большому счету, было не ахти, как важно, насколько вредна система американского быстрого питания, то теперь хотя бы появился повод предпринять реальные шаги по борьбе за здоровье нации. Только вот как долго это стремление просуществует в чиновничьем сознании? Все-таки здоровье-то одно, а налоговые сборы, а и же с ними некоторые, вполне возможно, личные шкурные интересы кого-то, совсем другое. Но вся эта тема с «Макдональдсами» пока значительно уступает по масштабам кризису, наступившему в российском туристическом бизнесе. Так, в конце минувшей недели приостановили деятельность брянский туроператор «Мелана Тур» и туркомпания «Атлас». А с начала этого июля с финансовыми проблемами столкнулся целый ряд компаний. О неспособности исполнять взятые на себя обязательства перед клиентами заявили петербургский туроператор фирмы «Нева», компания «Роза Ветров Мир», туроператоры «Экспо Тур», «Идеал Тур Лабиринт», группа компании «Инт Айро», туроператор «Нордик Стар», турагентство «Сургут Курорт», туроператор «Ветер Странств» и другие. Всего, по данным Ростуризма, от деятельности прекративших работу турфирм пострадало не менее 65 тысяч человек. То, как складывается ситуация с туризмом в Рязанской области, выяснял сегодня Глеб Галушкин. Всего за нынешний месяц в России приостановили свою деятельность 8 туристических компаний. Причем это были фирмы с немалым стажем работы в отрасли. Сейчас по их долгам расплачиваются страховщики, а в офисах проводят проверки сотрудники правоохранительных структур. Оставшиеся туроператоры спешно приводят свою деятельность в порядок. Впрочем, специалисты советуют самим отдыхающим досконально проверять, с кем и на каких условиях они заключают договор. Туристы должны знать, что когда они приходят заказывать путевку, пусть они вместе с турагентством посмотрят финансовое обеспечение и окончание договора туристической деятельности того или иного туроператора. Еще такие моменты, что сами туристы должны почаще смотреть, средства массовой информации следить, потому что очень многие туроператоры, которые не пострадали, они помогают туристам от других туроператоров с вывозом, с жильем и с возвращением на родину. Сейчас туроператоры, турагентство и страховщики находятся в активном взаимодействии по выработке предложений для реформирования всей туриндустрии. Практически ежедневно проходят интернет-конференции. Мы в прямом эфире общаемся со страховыми компаниями, с туроператорами, которые нам отвечают на те или иные вопросы, которые волнуют нас так, как и мы турагенты, и так же, как и простых людей. То есть отвечают все достойно. Говорят, что все-таки реформы в туристическую отрасль будут, что с 2015 года, конечно, многие туроператоры закроются, в связи с тем, что у них, наверное, не будет хватать финансового обеспечения, останутся только сильные. И я думаю, что сейчас туристам уже не надо бояться, а можно спокойно идти и отправляться в путешествие. В общем, изменения, безусловно, нужны. Ведь счет пострадавших туристов от деятельности недобросовестных туроператоров идет на десятки тысяч человек. Среди возможных мер многие эксперты рынка называют усиление государственного контроля. Информация к сведению. Российские законодатели намерены ввести новые поправки, определяющие состояние туристической отрасли. Этим займутся несколько министерств и ведомств. Например, Минкультура, в чем везде находится туристическая отрасль, уже предложила ужесточить регулирование этого рынка. Глава ведомства Владимир Мединский считает целесообразным повысить порог вхождения операторов на рынок за счет увеличения финансовой нагрузки. К другим темам. Рязанские полицейские накрыли в столице области притон, где криминальные мастера трудились над изготовлением синтетических наркотиков. Здесь же всю эту дрянь и вкалывали в многострадальные организмы страждущих. С подробностями Оксана Тебенихина. До рязанских полицейских дошли сведения о том, что в одном из домов на улице Островского собирается компания подозрительных молодых людей. Оперативники уголовного розыска проверили эту информацию и установили, что некий 32-летний рязанец месяц назад организовал у себя дома настоящий наркопритон. Мужчина и несколько его сообщников в кустарных условиях изготавливали сильнодействующий наркотик – дозаморфин. Как оказалось, хозяин наркопритона ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Оперативники задержали подозреваемого. При досмотре его квартиры были обнаружены прекурсоры для изготовления дозаморфина. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Время не стоит на месте, и по мере появления у людей определенных потребностей появляется и предложение. Это касается и наркотиков. Тот же дозаморфин в свое время пришел как альтернатива героину. Такая же ситуация складывается во всей преступной наркоиндустрии. Ежегодно в мире появляется около 40 новых видов синтетических наркотиков. Опиаты, амфетамины, психоделики, эмпатогены, антидепрессанты, классификации синтетики сегодня – огромное количество, и это страшно. Ведь, как уже было сказано выше, есть спрос, есть предложение. А масштабы незаконного оборота наркотиков во всем мире никакой аналитик или эксперты представить не может. Данные могут быть с астрономическими числами в основе. Возмутительное для нормальных людей известие пришло из Москвы. Там задержали дамочку родом из Средней Азии, которая сбывала героин под видом молодой мамаши, заботливо присматривающей за ребенком. Гуляя с чадом, гражданка делала наркотические закладки для покупателей. То шнурочки малышу завяжет, то одежку поправит, а на деле туда-сюда пакетики рассовывала. Как говорится, ничего святого. Но теперь перейдем к другим, совершенно противоположным, даже жизнеутверждающим известием из серии «Герои среди нас». Пришло известие от рязанского полярника Героя России Михаила Малахова, который сейчас возглавляет экспедицию на Шпицберген. Исследователи изучают знаки, оставленные в начале прошлого века российскими геодезистами. Вот запись, сделанная вчера по спутниковой связи. Экспедиция «Полярный мерзиан» в Шпицбергене 2014 находится в северной части острова Западный Шпицберген. Северный настрой – так называемая группа семи островов. И программа «Максимум» предусматривает посещение самой северной оконечности из этих семи островов, так называемого острова Роса. Но получится или нет, мы сказать точно не можем, связи с тем, что в Аркции реально пришла зима. За третий день мы живем при отрицательной температуре. Последний выхождение на горы поиска сигналов происходили в настоящих димних условиях. Горы покрыты снежом, правда, небольшим, дуют пронизывающие ветра, и они создают нам сейчас основную проблему. Потому что ветра с севера, а это значит, что круг арктических льдов, постоянно присутствующих в районе северного поля, переходит сюда, к северной оконечности из Бергена, и создавать начинают нам реальные препятствия. Шпицберген, конечно, это даже не Рязань, даже далеко не Рязань, тем более в плане погоды. У нас все как-то более мягко и тепло. Но это пока осень уже рядом со всеми ее атрибутами, похолоданиями, дождями. И о том, как пройдет финал последнего летнего месяца года. В сегодняшней заметке Оксана Тебенихиной. Погода дает нам понять, что лето неминуемо подходит к концу. Прохладный ветер срывает с деревьев засохшую листву, тем самым навевая легкую печаль. Пока еще солнышко припекает, но совсем скоро и оно спрячется за дождевыми облаками. Все циклично. И лето в нашем регионе, к сожалению, вечно длиться не будет. Ну а как скоро нам ждать дождей, узнаем в областном гидрометеоцентре. На предстоящей неделе будет преобладать циклонический характер погоды. Поэтому практически каждый день у нас ожидаются дожди разной интенсивности, а температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 15-20. К выходным интенсивность осадков уменьшится. Также в первых числах сентября по предварительному прогнозу осадков не ожидается. И все также прохладно. Последним напоминанием о тепле будет бабье лето. По всем приметам оно будет жарким и солнечным. Вот и остается ждать сентябрьского чуда. Так что, господа рязанцы, дружно наслаждаемся последними в меру теплыми недельками и параллельно готовимся к осенним дождям, а затем и к долгим холодным зимним вечерам. А оптимисты – к длинным новогодним каникулам. У нас на сегодня все. Передаем слово Олесе Харлиной, которая сейчас находится в студии программы подробностей. Сегодня она встречается с Аллой Русских, исполняющей обязанности декана факультета русской филологии и национальной культуры РГУ. Речь пойдет о недавней Всероссийской конференции учителей русского языка, которая прошла в Рязани. Удачи коллегам и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин